В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жизнь без препятствий. После жалобы в мэрию у Самарского дома ветеранов установят шлагбаум. Под покровом ночи на улице промышленности идет ремонт большими картами. Поехали! Участники первой аэрокосмической школы приступили к испытаниям ракет. Сотрудников мэрии Тольятти подозревают в мошенничестве. По версии следствия, должностные лица под предлогом заключения договоров на размещение торговых киосков собирали деньги с предпринимателей. Было произведено 8 обысков, изъяты документы, крупные суммы денег и даже незарегистрированное оружие. По делу задержаны 5 человек, двое из которых являются работниками мэрии Тольятти. Следствие продолжается. В полицию обратился местный житель и сообщил о том, что неизвестные лица путем мошеннических действий причинили ему крупный материальный ущерб. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностные лица мэрии Тольятти по предварительному сговору шляли сбор денежных средств местных предпринимателей. Более 2 миллиардов рублей выделили из бюджетов всех уровней на ремонт самарских дорог. В этом году только большими картами обновятся выше полусотни транспортных артерий города. Среди них улица Промышленности. Здесь, чтобы не мешать автомобилистам, ремонт ведется ночью. Алина Чемерес расскажет, как продвигаются работы. Под весом тяжелого катка асфальт температурой более полутора сотен градусов превращается в ровное твердое покрытие. Снять старый слой, очистить участок от пыли, уложить новый – все строго по технологии. Ремонт дороги на промышленности проходит в границах улиц Авроры и Гагарина. Работы ведутся на федеральные средства. Протяженность участка более трех километров. Работы начались на прошлой неделе, закончить их обещают уже на следующей. Чтобы не мешать оживленному движению, на улицу дорожники выходят в темное время суток. Около полусотни рабочих и свыше десятка единиц спецтехники трудятся с восьми вечера и до восьми утра. Кроме проезжей части в порядок приводят канализационные люки. Чтобы дорожное полотно на промышленности прослужило как можно дольше, тщательно следят за качеством. У нас постоянный контроль качества. То есть те участки, которые мы укладываем, через три дня у нас отбирает пробы наша лаборатория. Соответственно, они смотрят гранд состав, уплотнение, водонасыщение асфальта. После этого уже идет контроль со стороны заказчика. То есть берем еще вырубки с представителем заказчика. То есть у нас такой двойной контроль. Гарантия на ремонт большими картами два года. В этот период все дефекты подрядчик будет устранять за свой счет. В этом году приведут в порядок улицу Партизанскую, проспект Кирова и Ракитовское шоссе. За счет средств федерального и областного бюджета в текущем году будет отремонтировано картами свыше 100 метров погонных 53 объекта уличной дорожной сети на сумму 672 миллиона рублей. При данном виде ремонта выполняется фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия и восстановление покрытия проезжей части асфальтобетоном толщиной 5 сантиметров. Автолюбители с нетерпением ждут обновления дорог. Робок меньше будет. Нельзя, конечно, лучше будет, потому что у них меньше затрат на автомобиль будет уходить. Сейчас вот я делаю машину, допустим, пять раз в год из-за этой дороги. А дороги будут нормальные, я ее там один раз в год буду делать. Всего в этом году на ремонт улично-дорожной сети Самары, а именно на комплексный ремонт и обновление дорог большими картами из бюджетов всех уровней выделили более двух миллиардов рублей. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Ограничат доступ чужим автомобилям у Самарского дома ветеранов установит автоматический шлагбаум пульта, от которого будут только у автовладельцев, проживающих в этом доме, и у вахтеров, чтобы запускать машины и экстренных служб. Почему власти вынуждены пойти на такие меры, знает Марина Матвейшина. Для этих людей автомобиль точно не роскошь, необходимость. Более десятка инвалидов-колясочников, проживающих в доме ветеранов, используют машины как единственную возможность свободно передвигаться по городу. Но пристроить своего железного помощника на парковке у дома часто бывает проблематично. Часто бывает так, что приезжаю с работы и не могу поставить автомобиль, потому что все занято. Приходится вот даже некоторым из наших колясочников ставить автомобиль за пределами территории и добираться до дома на коляске. А для нас, колясочников, это важно, чтобы автомобиль был рядом. Зачастую автомобилисты совершенно не думают о тех, на чьих машинах есть значок инвалид. Тем самым создают дополнительные препятствия. Я вот могу сейчас подъехать к машине, вот там вот стоящие какие-то. Кто-то близко подъехал, я уже на коляске не могу подъехать. Мало того, что вот с ближайших, там через два, через три, два раза даже приходят, ставят машины. Вопрос парковки у дома ветеранов подняли на совещании в администрации города. Решением проблемы может стать автоматический шлагбаум. У каждого автомобилиста будет свой пульт, а машина гостей, а также скорый и пожарный может впускать вахтер дома ветеранов. Согласовать с ГАИ и установить шлагбаум глава города поручает районной власти. Эти проблемы надо решать. Там и ребята, которые воевали в Афганистане, в Чечне проживают, ветераны войны. Значит, по ним должно быть определенное решение, конечно, принятое. Но у нас импандусы должны появиться, и дорожная сеть должна быть подлатана или пролита, так сказать, битумом, там, или заново асфальтирована. И шлагбаум должен быть установлен. Шлагбаум должен появиться здесь уже в сентябре. Автолюбители дома ветеранов ждут с нетерпением. Говорят, для них это самый удобный вариант. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, Дмитрий Мешканцов. События. Получить ответы на все бытовые вопросы теперь жители могут, сделав один звонок. Свою работу начала горячая линия Самарской городской думы. Специалисты уже приняли десятки обращений. Репортаж Алины Чемерис. Старый Загор у 50-летней давности. Она прекрасно помнит. Галина Дикушина на этой улице живет как раз полвека. Вспоминает, раньше здесь били фонтаны и всюду росли цветы. Но со временем бульвар пришел в упадок и перестал быть любимым местом отдыха жителей. В этом году, к 50-летнему юбилею, Старый Загору начали приводить в порядок. Галина Дикушина этого преображения ждала долго. Со словами благодарности в адрес губернатора и главы Самары одной из первых позвонила на горячую линию Самарской городской думы. Все-таки взялись за нашу Старый Загор, даже обидно, что она была в таком состоянии. А сейчас я вот и хожу и радуюсь. Я хочу, чтобы Старый Загор была прекрасной, как была раньше. Цветы, чтобы были. Фонтаны были, чтобы чисто у нас было. Ну, Самара должна же все-таки быть прекрасной, но она у нас красивая. Горячая линия думы городского округа Самар. Здравствуйте. Номер телефона, по которому самарцы могут высказать пожелания и задать все интересующие вопросы, работает с понедельника. На горячую линию уже дозвонились десятки человек. В основном жители интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства и социальные льготы по капремонту для пенсионеров. Люди, даже вот уже начиная в тестовом режиме, очень активно начали звонить. Это говорит о том, что линия, значит, востребована. Задействованы в решении вопросов, которые задают на прямую линию практически все службы города, внутригородские районы. Очень к этому оперативно реагируют на все просьбы жителей. Каждое обращение специалисты отрабатывают в индивидуальном порядке. Если он готов ответить сразу на этот вопрос, значит, будут отвечать сразу, потому что есть вопросы, которые задаются достаточно часто. Если не готов ответить, значит, будет телефон обратный, для обратной связи. Ну и, соответственно, через какое-то время, я надеюсь, что это будет через несколько часов, будет дан ответ на заданные вопросы. Звонки на горячую линию городской думы принимают в будни с половины девятого утра до половины шестого вечера без перерыва на обед. Номер телефона вы видите на своих экранах. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Далее, коротко о других темах дня. У торгового центра «Империя» к сентябрю построят новую дорогу-дублер, что должно решить проблемы с пробками. Дорожная ситуация в Самаре осложнилась после того, как в выходные был полностью закрыт участок главной магистрали. От улицы Губанова до проспекта Кирова. Движение в районе «Империи» обещают открыть к концу декабря. Срок сдачи подземного тоннеля на пересечении Московского шоссея и проспекта Кирова – осень 2017 года. С 1 сентября также ожидается запуск трамваев по улице Ташкентской, где в настоящее время перекладывают рельсы. Самару украсит граффити на тему Чемпионата мира по футболу. Эскизы изображений будут созданы в рамках конкурсной программы фестиваля уличной культуры «Стрит-артфест», который пройдет с 12 по 14 августа на площади имени Куйбышева. В сквере площади на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской установят сооружение для паркура, на которое граффитисты нанесут свои рисунки на тему международного футбольного турнира. 14 августа в 18.00 жюри и горожане выберут лучшие работы. Победитель получит право расписать стену у речного вокзала. Третья курсница из Самары стала одним из победителей конкурса «Гознака России» на лучший эскиз для денежных купюр, который в 2018 году посвятят Мундиалю. Наша землячка обошла 44 конкурентов из 11 городов. На ее эскизе знаменитый на весь мир Союз, один из символов 63-го региона. Он может украсить и новые российские купюры в 200 и 2000 рублей. Ракета вместе со Стеллой Ладья прошли во второй тур народной акции, объявленной Центробанком. Лада Гранта и Лада Калина оснастят системы экстренного реагирования «Эра Глонасс». Российский автогигант уже проводит работы по освоению данной системы на лифтбеке и седании Гранта, универсале и хэтчбеке «Калина», а также кроссовере «Лада Калина Кросс». Конкретные сроки старта продаж таких моделей пока не раскрываются. В Самаре и Новокубышевске в ночь с 27 на 28 августа состоится всероссийская акция «Ночь кино». Акция приурочена к году российского кино и пройдет по всей стране, от Камчатки до Калининграда. На открытых площадках будут показывать лучшие отечественные фильмы. Также запланированы фото-выставки и концерты. В Самаре площадкой для проведения фестиваля выбрали кинотеатр под открытым небом «Филин», а в Новокубышевске – летний театр «Парк Победы». Вход свободный. Ключ на старт. Участники первой аэрокосмической школы на базе Самарского университета запустили модели ракет собственной конструкции. За первыми успехами ребят в области космонавтики наблюдал Андрей Горгуленко. Нафталу из Анголы помогают сделать последние приготовления перед стартом. Надо подключить запал к двигателю и установить самодельную ракету на стартовое поле. Ключ на старт. Три, два, один, пуск! Взмывшая вверх ракета оставляет у ее конструктора чувство гордости, что удалось сделать такой сложный механизм своими руками. Это был очень интересный проект. Это мой первый раз участвовать в этом проекте. Поэтому, я просто говорю, мне очень-очень понравилось. Ракета моделирования – одно из направлений первой летней аэрокосмической школы. Дети, выбравшие этот профиль, получили практические знания о строительстве ракет и смогли посоревноваться в запуске модели собственной конструкции. Конечный результат для меня, как педагога, это научить делать из простых материалов летающую модель. Я думаю, что она, в общем-то, задача была выполнена. Летняя школа на базе Самарского университета приняла более ста талантливых детей из 17 регионов России и пяти стран мира. Педагоги во главу угла ставят практику. Отмечают лекции и без закрепления материала забудутся. Это теоретические основы. Они, в общем-то, достаточно сложные, хотя и базируются на школьном курсе. Но вот только теоретические основы, вот эти все разговоры, без того, чтобы сделать руками, попробовать и все, оно, наверное, в душе не отложится. А вот то, что он сделал, ему рассказали, как и почему она полетит. А тут он сделал, и это полетело. Вот я так думаю, что это как раз то, что нам надо. На самом деле, в запуске ракеты ничего сложного нет. Гораздо сложнее сделать так, чтобы она взлетела. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Рождены, чтобы сказку сделать былью, губернатор Николай Меркушкин поздравил строителей с их профессиональным праздником. Привет из прошлого. О судьбе мозаики на Старозагоре расскажет ее автор. Эксклюзивное интервью. Серые многоэтажки в прошлом. Девять домов на московском шоссе до конца осени покрасят в яркие цвета. Как будет рассчитан налог на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости и какие меры предусмотрены для социальной защиты налогоплательщиков. В программе «Город С» начальник отдела налогообложения, имущества и дохода физических лиц УФНС России по Самарской области Елена Данилкина. Смотрите в 18.15. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok